Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 21 мая 2019 года. Я продолжаю тему «Тени из прошлого». И это третья часть. Район Чертоли, Москва. Москва, начало 20 века. Причестинская улица, Мёртвый переулок, Денежный переулок, Мертвяковский переулок, Немецкое посольство, Домберга, Тёмные дела, элита начала 20-х годов и сплошная булгаковщина. Но и сам Михаил Афанасьевич здесь тоже постоянные свидетели этих событий, этих мест. Нет, никак не уйти. Держит Мёртвый переулок. Это как в творческих проектах, когда сочиняешь песню или статью или проект «Пока не сделаешь, не отпустит». Как и в случае, когда искала сведения о своём без вести пропавшем деде на войне, «Пока не нашла информацию, пока не нашла место гибели, не отпускала инфополе». Так и здесь история, которая началась с одного письма по Причестинскому или Мёртвому переулку, продолжается. И путаница по дому 5 и 5А, вспомните, это в предыдущих сериях я говорила. Дом мастерской Веры Игнатьевны Мухиной. Сначала опять письмо, с которого эта серия фильмов «Тени из прошлого» и началась с Галины, с нашей переписки. «Галина, добрый вечер. Вот только сейчас посмотрела твой второй ролик по Мёртвому переулку. Класс. И теперь, благодаря твоим трудам, поняла, что Марфа живёт в заточении в доме номер 5, а не 5А. Почему? Дело в том, что, восстанавливая по памяти адрес, я обратилась к карте. Там и сориентироваться, где была, в доме номер 5А. Но Марта же дала мне адрес на дом 5. Мы приехали по навигатору и смотрели на этот особняк сквозь решётку серого забора. И были удивлены, что в особняке, казалось, никто не живёт. Со стороны улицы даже снег был не очищен и никаких следов. А дом, а номер дома точно был номером 5? Вот что конкретно смутило. А прислужник повёл нас в 5А. За навесочка, значит, выходит, что Марфа сидела без света в этом особняке или вход в особняке, этот есть с нижних подземних этажей, хотя бы из дома номер 5. И казалось бы, что за путаница, что за чехарда с нумерацией домов 5 или 5А? Тут волей-неволей поверишь в конспирологию. Однако не будем спешить. Я, как обычно, проверяю информацию. И вот на просторах интернета мне встретилась интересная статья, которая объясняет эту чехарду с нумерацией домов 5 и 5А в Пречестинском переулке, который называется «Мёртвым». Правда, здесь нет никаких тайных вещей, тайных адов. Всё очень прагматично, всё очень по-нашему, по-капиталистически. Всё очень просто объясняется, но тем не менее. Автор этой статьи также подытожила, что настоящая булгаковщина происходит здесь. И статья называется соответствующая. «Дом-призрак в Пречестинском переулке». Вот эта статья «Дом-призрак в Пречестинском переулке». Автор Надежда Померанцева. И эта статья говорит о выселении, историю выселения Геннадия Анатольевича Головкина из как раз дома номер 5 или дома номер 5А. А вот сейчас разберёмся. В первой части нашего расследования мы рассказали о пропаже человека Геннадия Анатольевича Головкина и захвате его квартиры предприимчивой женщиной. Вторая часть – о захвате первого жилья нашего героя Московской мэрии и о доме-призраке, которого по документам никогда не было. Видите, как интересно здесь всё закручивается. История Геннадия Анатольевича Головкина, рассказанная нами в первой части расследования, стала ниточкой, дёрном за которой мы обнаружили целый дом в центре Москвы, также бесследно исчезнувший, как и наш герой. Ну, прям по Булгакову. А ещё обнаружили предприимчивых бизнесменов родом из 90-х, их друзей в мэрии, занимающихся подлогом документов и защищающих их московских судей. Эта статья была написана по факту по времени на 2012 год. Всю статью я вам читать не буду. Тут суть в том, что человека выселили из этого дома, из квартиры в Причистинском переулке. Ответчики там по иску были ЗАО «Имби», ОАО «Князь Рюрик», компания, строившая пивоваренный завод «Бирюлёве», пивоварня «Москва-ФС». Ну, мой фильм не об этом, хотя это тоже тут всё интересно. Если кому интересно, вы можете сами исследовать эти нити. Итак, значит, в иске говорилось, что в квартире номер 3 по адресу Причистинский переулок, дом 5С, строение 1, Головкин жил всю жизнь, вплоть до 1994 года. Это был крепкий деревянный двухэтажный дом 1920-х годов постройки. И вот сначала, когда я это читала, я не поняла, потому что мне местная жительница говорила про домик, который снесли деревянный, и внизу которого находятся подвалы высокие, высоченные. То есть там не может быть много квартир. Здесь как бы дом, говорится, про дом 20-квартирный. Потом я поняла, о каком доме идёт речь. Или, видимо, они сносили несколько домов, чтобы завладеть этим имуществом. Деревянные сверху крепкие дома. И вот дом, о котором идёт речь, видите, он 5А, строение 1. А сейчас он имеет другую нумерацию. Итак, что ещё здесь в этой статье? Тут всё про суды. Подробно, подробно. Человека выселили совершенно незаконно. Жильё ему не предоставили законного. Короче, там история мутная. Но дело не в этом. Дело в том, что путаница вот с этими домами, с нумерацией. Итак, в базе Росреестра адрес Причистинский переулок, дом 5А, строение 1, значится как ликвидированный. По адресу Причистинский переулок, дом 5А находится сейчас легендарный дом-музей скульптора Веры Игнатьевны Мухиной, который она построила для себя в 1947 году как жильё и рабочую мастерскую. Дом состоит из двух частей, поэтому в Росреестре он одновременно числится по двум адресам дом 5А и 5А, строение 2. Что же случилось с домом 5А, строение 1? И почему кому-то так сильно хочется удалить все данные об этой постройке? А мы сегодня имеем нумерацию дома 5А, строение 1 совершенно другого дома в том же переулке. То есть путаница продолжается. Хотя здесь речь идёт о другом доме. Вот в этой статье дом 5А, строение 1. Речь идёт вот об этом доме. А по факту сегодня 5А, строение 1 занимает другой дом, тоже верх которого деревянный был снесён. Смотрите, в предыдущую серию я как раз про него говорила местная жительница. Мы там стояли и разговаривали. Как раз про этот вот дом 5А, строение 1. А сейчас вот эта нумерация, она принадлежит дому 5. Просто 5. Дому 5. Выстанавливать историю этого дома-призрака пришлось по архивным записям и телефонным книгам. До своего переименования Пречестинский в 1991 году переулок носил имя советского писателя Островского. А ещё раньше, до 37-го, назывался Мёртвым переулком. То ли из-за фамилии местного домовладельца, но это вот официально они написали версию, то ли как свидетельство случившейся в начале 19-х годов эпидемии холера. Ну, видите, то ли холера, то ли чума, превратившие это место в городское кладбище. Ну, вот ещё вам, пожалуйста, что Могильцевские переулки, которые здесь есть, Большой Могильцевский и Малый Могильцевский, и Мёртвый переулок, что здесь было кладбище. Кладбище или скопление, или очень много трупов, или братские могилы. Что здесь было, на самом деле, неизвестно. Но, видимо, утаить совсем нельзя было, поэтому написали, что кладбище. Так вот, на сегодняшний момент на картах Яндекс в Пречестинский переулок, дом 5, стоит. Вот это посольство Австрии, или бывшее немецко-германское посольство. Вот он, дом 5, дом-музей Мухины под номером дом 5А, строение 5С1. Вот он не 5А, а 5С1. Значит, 5 и 5А. Итак, продолжаем читать статью. Выстанавливать историю этого дома-призрака пришлось по архивным записям и телефонным книгам. До своего переименования Пречестинский в 1991 году переулок носил имени советского писателя Островского, ещё раньше назывался Мёртвым переулоком. После эпидемии холеры в начале XIX века, превратившей это место в городское кладбище. До революционной годы, согласно столичному телефонному справочнику «Вся Москва» 911-917 годов, на месте дома 5А находился просто дом под номером 5, принадлежавший княжне Софье Александровне Голицыной, попечительнице общества попечения о неимущих, нуждающихся в защите детях российского общества Красного Креста. Видимо, вместо княжеского дома и был построен двухэтажный, ничем не примечательный деревянный дом 5А строения 1. То есть вот 5А строения 1, видимо, на месте дома 5А, который сегодня называется 5. В справочнике вся Москва 1939 года, по этому адресу зарегистрирован телефон Головкина, АП, судя по всему, отца выселенного Геннадия Анатольевича Головкина. Эту версию подтверждает и живущая по соседству как раз в доме 5А внучка Веры Мухиной, художница Марфы Всеволодовна Замкова. По ее словам, снесенный дом был стареньким, построенным где-то в 1920-30-е годы. Один подъезд дома выходил в переулок, другой в общий двор. Публика по воспоминаниям Марфы Всеволодовны была очень приличной. Это был один из первых кооперативов для работников культуры и науки. Там жили смешные и занятные люди. В мое время все квартиры там были коммуналки, рассказывает она. Всего в снесенном доме было 8 квартир, все трехкомнатные. Квартира семьи Головкиных была 69,2 квадратных метра. Рядом с этим домом находился длинный одноэтажный деревянный барак, который сломали в 1950-х годах. Ну, сейчас вот сложно представить, где этот барак мог там находиться, потому что там вокруг все, в общем-то, старые дома. Думаю, что этот барак и был как раз домом номер 5, отмечает Замкова. Дальше следы дома 5, строение 1 теряются. В московских справочниках 1990-х о нем нет ничего. Единственное упоминание есть в книге путеводителя Ольги Шмидт, Причастин-Костуженко. В главе переулок Николая Островского дом 5 обозначен как двухэтажный деревянный дом прошлого века, декор в духе позднего ампира. Хотя Замкова считает, что дом был самым простым, неархитектурным. В предложении книги есть и карта, где наглядно видно, что дом-призрак стоит прямо перед домом мастерской Веры Мухиной, который носит номер 5. По словам Замковой, здание не было аварийным. Он не покосился, не осыпался. Ему бы сделать приличный ремонт, и он бы еще стоял и стоял. О том, что дом не был аварийным, говорит и его жительница Анна Павловна Булычева, семья которой жила на втором этаже. Ну, короче говоря, на месте дома был построен особняк в 96-м году, официально ставший по документам номером 5. Фактически он поменялся номерами Смухинской мастерской, ставшей официально домом 5А. Дом 5А, строение 1, оказался стертом из документов и из истории. И так далее. И все это с этими вот фирмами имбия и рюрик. Мутили тут ребята с этими квартирами в центре Москвы. Сколько народу выселили незаконно. Сколько этого всего творилось, и, наверное, еще продолжает твориться. А в 90-х годах это просто какая-то жуть творилось. Долгое время стоял в незаселенном и дорогой особняк в Пречестинском переулке. Да, вот на месте этого дома построили этот особняк. По словам Марфы Замковой, с момента постройки постоянно там никто не проживал. Последние несколько лет особняк неоднократно выставлялся на продажу, но риэлторы, занимающиеся элитной недвижимостью, обходят его за километр слишком высокого уровня владельцы. Ну и так далее. Вот такие интересные вещи. Ну и в конце статья резюмирует автор. Статьи резюмирует. Большие деньги притягивают другие деньги. Вопрос только, чьи они, как писал классик в известном романе, действие которого как раз происходит в этих Арбатских переулках. Люди, как люди, любят деньги. Но ведь это всегда было. Квартирный вопрос только испортил их. А если вслушаться в полную фразу Булгакова, как она звучала, «Люди, как люди, любят деньги». Но ведь это всегда было. Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны. Из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленные. Ну что ж, обыкновенные люди, в общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их. Михаил Булгаков, мастер Маргарита. Вот эта фраза, в общем, напоминает прежних. Вам ни о чем не говорит? Кто эти прежние люди, такие же, которые здесь жили, такие же москвичи? И не до революции 1917 года, а еще пораньше, до засыпа, завала, глины этих мест. Прежние. И от которых не осталось следа. Сайт «Места Москвы». Достопримечательности, прогулки, обзоры, мистика. Денежный переулок. Денежный переулок, он выходит из Большого Левшинского. Это там, где стоит дом Анны Голубкиной, который сейчас там был дом-музей. И он закрыт, к сожалению. Уже закрыт он больше года. И там тишина. Вот просто взяли и прикрыли музей. Это те скульптуры, которые над Мхатом. Это пловец, знаменитая Йоли-Волна, где мы видели, что это люди, погибающие в глиняном грязевом потоке. Итак, это Денежный переулок, который в советские времена назывался по фамилии архитектора Веснина, который жил в одном доме с Луначарским и с Яковом Блюмкиным. И на этом же Денежном переулке находился особняк, который стоит рядом буквально со двором Анны Голубкиной Большого Левшинского. Мы там тоже были и показывали остатки допотопных домов и строений, и фрагменты стен. Там вообще очень интересно. Посмотрите фильм, кто не смотрел, по Большому Левшинскому, по дому Анны Голубкиной. И этот особняк номер 5 дома неразрывно связан с событиями 1918 года, когда здесь был убит германский посол Мирбах. Это известная история. Посла этого Мирбаха убил Андреев и Блюмкин, это тот самый Яков Блюмкин, который также жил в доме на Денежном переулке, в этом же Денежном переулке, вот на этой же улице, в доме, где жил Луначарский, в доме 9. То есть он жил по соседству, пришел к соседу и грохнул его, который не ожидал. В общем, погиб. Для того, чтобы сорвать Брестский мир, так называемый. Но дело не в этом. Я хочу не об этом сказать, потому что всю эту историю, этого интересного здания, дома, вы можете сами почитать. Историю убийства немецкого посла, она довольно известная. Дело в том, что здесь, оказывается, бывал на одной из вечеринок Михаил Булгаков, познакомился со своей второй супругой, Белосельской, Белозерской. И брак, как мы помним из фильма по экскурсии, тоже тени из прошлого, я говорила, упоминала, что брак они зарегистрировали с этой Белозерской посольствия, в доме австрийского посольства, но которое было немецким посольством на тот момент. И этот дом стоит на мёртвом переулке в Пречестинском, напротив дома музея Веры Игнатьевны Мухиной. И вот он здесь вот тусовался, Булгаков, вовсю. Вот с этими немцами, иностранцами, весь он здесь тоже, так сказать, вхож. И здесь у них и вечеринки, и тусовки всей этой нашей элиты. И там же, почему я вернулась в этой теме к Якову Блюмкину, потому что надо особо сказать, здесь у нас и Есенин с Айсидорой Дункан в Мёртвом переулке в немецком посольстве, в будущем немецком посольстве, а до этого там был ЗАГС, регистрировался там же, где вот Булгаков с Белозерской, регистрировался там же и Есенин. Я просто повторяю, всё это в предыдущих фильмах я говорила. Но дело в том, что Яков Блюмкин, он был другом Есенина. И есть предположение, что убил Есенина в Ленинграде, в Англитерии, в гостинице «Англитер» именно Блюмкин. Вот как интересно разворачиваются. Не стоит водиться, а уж тем более дружить, иметь приятельские отношения с палачами, убийцами. Есенину это стоило дорого. Это незнание. Потому что однажды палач может прийти из-за своим другом. Ничего личного, это его работа. Просто бизнес событий. Кто же такой Блюмкин? Википедия о Блюмкине большая, можно сказать, огромная статья. То есть это была достаточно известная личность, одиозная. Яков Григорьевич Блюмкин, еврейский вариант имени, Симха Янкев Гершевич Блюмкин, псевдонимы Исаев Макс Владимиров. Ну вот, Максим, Максим и Чесаев есть прототип Штирлица, по крайней мере, псевдонимы Блюмкина, Исаев Максим, они совпадают. Так что возможно, что Юлиан Семенов и взял для прототипа своего молодого Штирлица именно биографию Блюмкина. Ну и кто он такой? Российский революционер, террорист, советский чекист, разведчик и государственный деятель, авантюрист, один из создателей советских разведывательных служб, возможный прототип молодого Штирлица, реабилитирован посмертно. Я только не поняла, вот почему он реабилитирован? Он же обычный убийца. Чекист он там или не чекист, но он террорист, революционер он или нет, но он просто убийца, он просто убивал людей без разбора. И мы... Это есть в свидетельских показаниях, в статье очень много об этом написано. Он просто мог спокойно убивать людей. Он просто обычный убийца. Маньяк такой, даже можно сказать. Ну, что у него еще интересного? Его биография. Убийство Мирбаха. Его в этом смысле никто не арестовывал. И, значит, это было выгодно кому-то на высшем уровне. Миссия в Персии, возвращение в Москву. Комбригом он был. В Палестине он был, в Коминтерне, во Франции, на Ближнем Востоке, иностранного отдела. Вот он тут по ГПУ занимался. Разведчик он был. Нарком Ништорга. Но еще у него была миссия «Центрально-азиатская экспедиция Николая Рериха». «Битва за Гималайи», «Далай-Ламы». По воспоминаниям Розанель Луначарской, именно Блюмкин привел Рериха, этого недоброго колдуна, с длинной седой бородой, в гости к наркому просвещения Луначарскому. А кто такой у нас Рерих был? Ну, Рерих – известный мистик. Помимо того, что он художник картины рисовал, сценограф, он философ, мистик, писатель, путешественник, археолог. Все они ездили на Тибет. У всех у них была миссия своя. Все это были секретные экспедиции. Засекречено это все было. Искали они там тайны-тайны, секреты-секретные. Да и фамилия интересная. Рерих – почти что Рюрик. Не от этой ли фамилия, производная фамилия Рерих? Может быть, это псевдоним такой? Не знаю. Большевики искали, нацисты искали. Экспедиция Барченко была, о которых тоже всех расстреляли потом. Что-то там, что-то они узнали про летающие тарелки, не про летающие тарелки, что-то такое было. Ну, что я хочу сказать. Все эти знания волшебные, колдовские, никому из этого поколения, по крайней мере, этих людей известных, ни Гурджиева, ни Блаватская, все они одного поколения, ни Блюмкину, никому, абсолютно никому, ни Есенину, ни Айсидори Дункан, ни Булгакову тому же, ничего ровным счетом не дали. Все они рано умирали, плохо кончали, болели, страдали, попадали в аварии, были убиты и умирали ровно. Так же, как и обычные люди, или даже у них это все было гораздо более трагично, у всех этих людей. Написали они тома огромных книг. Все эти книги я читала в 90-е годы, все это хлынуло к нам в страну, и было это все интересно, действительно интересно, увлекательно, но самое главное, что бесполезно. Дают ощущение, иллюзию, обладание каких-то тайных знаний, но эти тайные знания не помогли им самим, ни их ближайшему окружению, никому, ни людям, ни себе, ни миру, никакого добра, ничего. Жертва аборта. Кому ты продал стул? Здесь Паша, обладающий сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами. Не знаю, я его первый раз в жизни видел. Первый раз? Липу? Да. Набил бы я тебе рыло, да только Заратустра не позволяет. А Рерих, он, видите, занимался еще и археологией, он был членом археологического общества, то есть они ездили и копали, чего не копали, чего не искали, они искали ту цивилизацию, которую погубили окончательно в 19 веке, и засыпали вот этой глиной заноса, завала, засыпан потопом этим глиняным. Вот это все они искали. Вот тогда пошла процветать именно археология. Но вернемся к Блюмкину. Мне встретилась в интернете интересная статья, ссылка будет дана в описании. «Партийная любовь Якова Блюмкина, ему доверяли Троцкий, Есенин и матерые чекисты, а предала любимая женщина». И вот оно, это дело Блюмкина. В НКВД в 29-м году его расстреляли. Любовницей была у него Лиза, которая стала, кстати, потом разведчицей, вышла замуж. Это была семья разведчиков, резидентов. У нее очень много лет служили в нашей разведке. А изначально это была любовница Блюмкина. И вот Лизе он доверял, вот этот вот матерый убийца, который никого не боялся, мог людей убивать направо и налево, по пьяни. Вот Мирбаха он убил, застрелил. Или бомбу они там бросили. С Луначарским был знаком. Блюмкин встречал гостей в шелковом красном халате с длинной восточной трубкой в зубах, а на столе лежал раскрытый том Ленина. Ну, круто! Он и себя считал исторической фигурой. Но, в принципе, мечты сбываются. И вот мы спустя сто лет, видите, говорим о Блюмкине, Якове. Мы его вспомнили. Вспомнили и то время, и тех людей, и то поколение, которые были, в общем-то, наверху. Это партийная и культурная элита. Все это было переплетено. Все это было друг с другом связано. На него не раз писали доносы. В архивах сохранился рапорт о выходках бесстрашного террориста в Монголии, где на новогоднем банкете 26-го года Блюмкин напился, обнимался со всеми, кричал безобразно, чем сильно дискредитировал себя перед монголами. Потом он подходил к портрету Ленина, смотрел на него, как на икону, отдавал ему пионерский салют. Его тошнило прямо перед портретом. При этом он говорил, «Ильич, гениальный вождь, прости меня, я же не виноват. Виновата обстановка. Я же провожу твои идеи в жизни». Ну, еще он и приколист, получается, был. Политически взбрыкнул в первый раз в 27-м году. Ну, короче говоря, видимо, так сказать, Мавра сделал свое дело, Мавра нужно убирать. Он сделал свое дело, видимо, он уже перешел какие-то границы дозволенного. Вот, в его планы вмешалась любовь. То есть, если он сам предавал, расстреливал, он легко, так сказать, сводил с счета. Появилась у него любовь. Лиза Разенцвейг. Службе внешней разведки. Все это вы сами можете почитать. Блюмкин и Гурская. Блюмкин был в бодром настроении, рассказывал о своей работе. Вот видите, идет, донесения идут. Прям день за днем. Дневник такой, донесений. Он уже был под колпаком. Его любовница, она была вот доносителем на Блюмкина. Просто романтическое время революции, оно закончилось. Пришли кровавые, вот те первых, тех первых лет, чистки, пришли будни. И расстрел. Расстрелять. Вот сам расстреливал Блюмкин. И ему пришло. То есть бумеранг вернулся. Вот эта Лиза Зарубина, которая потом была в Германии много лет. Они были внедрены. Ну и по всей видимости, благодаря этим людям, во многом может быть, и мы выиграли войну. В целом выиграли. Великую Отечественную войну. Итак, подытожу историю с Блюмкиным, Штирлицем. Он тоже искал тайные знания. Он считал, что он неприкосновенен. Он считал, что он распоряжается судьбами. Он почти бог. Рерих, Блаватская, Гурджиев. Они написали там о книг. Их считали колдунами, волшебниками. Они сами считали, что они обладают какими-то особыми знаниями. И действительно, они очень много умели с точки зрения обычного человека. Действительно, их умение можно было расценить как волшебство. Но, я уже повторюсь, это ничего не дало ни им самим, ни, собственно говоря, миру. Не добавило ни любви, ни счастья. Это были всего лишь иллюзии. А все иллюзии, они разрушаются. Остаются лишь вечные истины. А они простые. Поступай с другими, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Двум смертям не бывать, одной не миновать. Не рой другому яму, сам в нее упадешь. На тот свет с собой ничего не унесешь. Все останется людям. Благодарность – самая большая сила во Вселенной. А мы продолжим разговор о районе Чертуля, Причистинской улице и каменных московских палатах, допотопных зданиях. Это то, что нам осталось. Это фактическое свидетельство того, какой была белокаменная Москва. Но это в следующем фильме. И да, чуть не забыла вам сказать еще об одном письме, которое мне пришло по поводу вот этих мертвых переулков, и в том числе Денежного переулка. Денежный переулок, видимо, переименовали, так как в советское время это была улица Веснина. Далее по Оглазовскому переулку выходим к Большому Могильцевскому, где расположена музыкальная школа имени Бетховена. Напротив небольшой сквер. Там лежал большой камень. Однажды очень пожилая женщина сказала, что здесь похоронено много людей. Я тогда очень удивилась. А теперь думаю, что это правда. Это было в 1982 году. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, вам было интересно послушать про Арбатские переулочки Москвы и про историю Якова Блюмкина. Всех вам благ. С вами была Галина Конышева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова